Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 546, тема «Взаимоотношения». На меня один человек постоянно клевещет другому, а этот другой человек поначалу был на моей стороне, а теперь пошёл на поводу у этого клеветника. И вот я не знаю, как мне в этой ситуации поступить. Молчать и дальше, то есть не вступать с ними в конфликт, или пойти и сказать правду, что всё это напрасная клевета, и тогда будет большой скандал. Что делать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Лука 17, 3-5. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему, и сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Сирахова 19, 13-19. Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того, и если сделал, то пусть вперёд не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того, и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому слову верь. Иногда погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему. И дай место закону Всевышнего. Всякая мудрость – страх Господень, и во всякой мудрости – исполнение закона. Если будешь молчать, как учат святые пустынножители, то, может быть, и будет польза, но не евангельская. Следует расспросить, запретить и сказать всей церкви. Матфея 18, 15-17. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то доводит он тебе, как язычник и мытарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!